Туризм в Украине 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 а куда же их везти? Проще всего подойти в любую туристическую компанию, заказать экскурсию по городу. У нас достаточно есть людей, которые могут это достойно сделать. Если мы говорим о городе, понятно. Если говорим о области, куда можно поехать? Ну, в связи с тем, что, естественно, куда-то поехать, отдыхать, это надо как-то вырваться. И не у каждого совпадает отпуск с сезоном отдыха. Поэтому есть альтернатива огромнейшая. Это однодневные туры по Украине. То есть мы утром забираем, привозим вечером. За этот день мы смотрим максимально много. Ну, и однозначно туры зависят от сезона. Вот я, например, не могу предложить в жаркий душный день каньон. Он прекрасен, но чуть-чуть другая погода должна быть. То есть вы шкваркой там себя почувствуете? Да, поэтому для этого у нас самая большая в Николаевщине береговая линия. Поэтому куда к воде поехать, у нас вопросов возникает мало. Потому что единственное выбрать, что я хочу получить от отдыха. То ли тихий, скромный отдых, то ли шумный, веселый. Ну, в зависимости, что мы хотим. Теперь предлагаю сделать такой топ, знаете, от туроператора, от человека, который в туризме много лета. Куда же можно в Украине отдохнуть и где? И, соответственно, вот пойдем, наверное, по соседям. У нас, понятно, это Ольвия, да, Бузький Харт, многие бывали. И Южно-Украинск. То есть у нас достаточно большой спектр. Можно на неделю застрять, Николаев. Вот так даже. Если мы говорим о соседях, например, Херсон, что там можно увидеть? Ну, популярностью среди туристов пользуются однозначно зимой. Это гейзеры, горячие источники. Это железный порт Камуна и возле Геническа находятся большие источники, где можно купаться даже в январе, феврале. Ну, то есть как бы не страшно. Если дома воды горячей нет, отключили, то есть возможность в Херсон. Большой популярностью пользуется Лемурийское озеро. Это граница Крыма и Херсона, розовое море, как называют его. Там по концентрации солености на 1% соленость выше, чем в Мертвом море. То есть у нас такая достопримечательность, и, пожалуйста, рукой подойдите. Которую, между прочим, мало кто тиражирует, скажем так, и продает. Можно не только получить удовольствие. Там есть специальные люди, которые рассказывают, как, что, зачем, чтобы не навредить. И однозначно можно что-то приобрести, чтобы часто не ездить, так как нет возможности, а потом дома принимать всякие процедуры, связанные с Мертвым морем. Отлично. Ну и теперь Одесса. Еще одни соседи. Что у них интересного? Ну, одесситы предлагают много. Одесса развитая. Такой курорт востребованный, как и город, так и регион. Ну, например, если пляжный отдых, то Ильичевск-Грибовка. Кстати, в Ильичевске открыли аналог Потемкинской лестницы. Стоит уже посетить, есть. Потом наш предприниматель Николаевский, Кремневский страус. Он сделал мне Васюки базу зеленого туризма. Даже так уже развивается. Можно совместить и Васюки посмотреть, и посмотреть Ильичевск. То есть город молодой, красивый, развивающийся. И новую Потемкинскую лестницу. Ну, скажем так. Ну, дегустационные комплексы. И Шуста востребован, и Шабов. Крепость Белгороднестровская. В Одесской области популярны вот летом у нас туры. Ну, с весны по глубокую осень. Долина Рос и замок Куриса. То есть то, что люди не слышали, но стоило бы посмотреть, потому что реально красиво. Вот так. То есть в Одессе тоже достопримечательностей хватает. Но не везде, и всегда можно достаться автобусом. Есть вот Полтава, например, да, еще одни Ваши пути, скажем так. Вы уже используете железную дорогу, да, потому что дороги... Мне, во-первых, железную дорогу, даже когда еще более-менее дороги были, пробовали использовать только потому, что много детских групп, а детей в ночное время перевозить нельзя. Поэтому, как говорится, есть соединение. И вот куда ездить, через Николаев поезда, очень удобно. Ночь поспали, утром встали, пошли, посмотрели. Или на два дня, или на день. Ну, и как бы комфортнее, да, в поезде лечь, нежели сидеть... И цена, как говорится, укорачивается, потому что все-таки поездом дешевле. Ну, как бы, что основное для клиента, это чтобы дешевле было и побольше... Цена, качество, и просто я знаю, что люди утром проснулись, и можно с ними заниматься целый день, они не уставшие. Как после ночного переезда. То есть, люди есть, которые любят ехать ночью, а есть, которые любят спать ночью. Есть еще один такой восторг, о котором мы говорили до эфира, это «Пути Роксоланы». Что это? Ну, после того, как посмотрели все знаменитый сериал... И не один раз. Да, и не один раз, и по всем каналам. То есть, ну, мы возим Львов, ну, Львов всегда ездили, что смотрели. Львов, Жоква, Крехов и замки. Но есть еще Галыч, Крылос, это родина Роксоланы, туда востребованы тура. А там тоже есть какие-то достопримечательности, музеи, возможно, уже какие-то? Это маленькие населенные пункты, но местное население, как говорится, облагораживает. И стараются делать уже музейчики есть. Ну, есть что посмотреть. То есть, для любопытных, которые уже видели все и хотят что-то расширять... Ну, какой-то на местном уровне, да? Вот это экзотика получается. А если мы говорим о Карпатах, Закарпатии, не только же зимой, можно туда поехать, потому что многие только там ассоциируют только с Буковель, и все, отдохнуть, да? Да, нет, там можно... Вот, что еще там можно увидеть? Там можно посмотреть, вот, например, популярный маршрут, мы ночуем у егеря. То есть, допустим, Берегомецкое лесничество... А какие группы там должны быть? Это районный центр Черновицкой области. Там на уровне лесников начали заниматься туризмом. Законно платят налоги, занимаются. И ответственность, конечно, имеется. То есть, мы привозим группу, мы ночуем, потому что там есть проживание. Проживание достойное. Это не какие-то тут трущобы на... Курьих ножках. Да, то есть, очень достойное, с удобством, с комфортом. И для тех, кто хочет посмотреть реальную экзотику, почувствовать атмосферу гор, есть такая экскурсия с утра пораньше. В 5 утра идем кормить диких животных. Я не уверена, что мы их встретим, но мы с егерем, мы под присмотром, маленькими группками выдвигаемся, угощать животных. Ну и хочу сказать, по личному опыту, нет ничего прекраснее, чем рассвет в горах. Поэтому, друзья, утром стоит все-таки проснуться. Есть еще, конечно, путешествие по паркам, экспресс, такое путешествие. Что входит в этот тур? В этот тур входит, в связи с тем, что всегда у всех нет времени, мы продумали тур «Три парка в один день». Значит, дело в том, что совсем недавно открылся в Умане знаменитый фонтан Каханья. Вот, да, о нем тоже хотелось бы на нем сделать акцент, потому что реально это достопримечательность Некоторые только в Виннице фонтаны знают, а теперь еще и в Виннице. Ну, это не совсем похоже, как в Виннице, потому что здесь и лазерные шоу, то есть я не скажу, которые из них лучше. Оба интересные, оба надо видеть. Но фонтаны вечером, что же нам делать целый день? Поэтому мы продумали «Блиц» такой тур. Три парка в один день плюс фонтаны. В-первых, это удешевило тур до минималки. Кстати, вот если мы говорим о турах примерно, чтобы ориентироваться, за какую сумму минимальную, ну, там максимальную, можно вот вдвоем одному поехать. Ну, вот если взять три парка в один день, это 550 гривен вместе с входными билетами. То есть мы выезжаем, смотрим Александрийский парк в Белой церкви, смотрим ландшафтный парк в Буках, возвращаемся в Умань, есть свободное время, посещаем Уманьский парк и вечером шоу лазерное с фонтанами. После всего на этой прекрасной ноте мы садимся в автобус, уезжаем к Николаю. Кстати, еще один интересный тур – Буки-Буки. Да, Буки такие разные, как я люблю называть. Дело в том, что населенный пункт с названием Буки есть в двух областях – Киевская и Черкасская. Иногда люди просто не знают, что от этой достопримечательности. Особо не афишируются, но если повнимательнее почитать, можно найти. Черкасский Буки – это каньон. Очень красивый каньон, стоит посмотреть. Есть любители, которые едут на целый день туда. То есть мы приезжаем, отдыхаем, то есть как бы зеленый туризм, и река, и водопад, и красиво. И есть еще ландшафтный парк, поэтому как бы так расстояние между этими Буками не огромное. В двух часах ездят друг от друга, поэтому мы едем на рассвете, смотрим каньон, потому что иначе он немножко другой. Хотя я люблю Буки в разное время, дня и суток, и время года. И потом переезжаем в ландшафтный парк Буки, тоже там уже более спокойно, фотосессии, отдыхаем. Или наоборот, все-таки... На будущее можно сделать еще один тур Николаев-Николай, львовский и николаевский. Вот, это идея, мне не приходило. Можно так фишки делать, потому что города у нас иногда имеют одинаковое название и населенные пункты, соответственно. Вам спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в студию. Друзья, как вы видите, есть возможность отдыхать в Николаеве, в других соседних областях, да и в Украине. Не стоит уезжать, есть достопримечательности, аналоги мировым, тот же Мортвое море по-украински. Ну и в финале хотелось бы еще один акцент сказать, друзья. Мы уже новый день, знаете, как такая коммуна. Хотелось бы сегодня нашу утреннюю гостю поздравить с тем, что у нее родился внук. Вам спасибо за то, что вы сегодня у нас... У вас праздник, а вы нас еще и чувствуете тортиком. Вам спасибо и здоровья, конечно же, малышу. Бабушка у него просто эксперт. Вот так.